Расправы над индейцами на американском западе происходили постоянно, так как убийство индейца считалось морально оправданным и не влекло за собой особого наказания. Одним из таких злодеяний стала расправа над мирным населением с участием американской армии, так называемая бойня на Сент-Крик. Добро пожаловать на канал Универмагия. Сегодня я расскажу вам историю о кровопролитном истреблении индейцев. В конце 1850-х годов в скалистых горах было найдено золото, и туда ринулись толпы авантюристов. Путь к драгоценному металлу лежал через крупную резервацию. Поэтому губернатор Колорадо Эванс, поддержанный федеральными властями, начал принуждать индейцев к переселению. В 1861 году часть племен уступила требованиям белых. Территория резервации при этом сократилась в 13 раз. Однако одно из семи шайенских племен отказало Эвансу и его эмиссарам. Между поселенцами и коренным населением стали происходить стычки, спровоцированные обеими сторонами. Все больше и больше белых склонялось к тому, что дикари обязаны подчиняться, и переговори с ними излишни. Если они не хотят покоряться, их стоит просто истребить. Осенью 1864 года священник Уильям Кроуфорд свидетельствовал, что в Колорадо существуют только одни настроения. В отношении окончательного решения, которое должно быть принято по поводу индейцев. Пусть они будут уничтожены все – мужчины, женщины и дети. В Колорадское законодательное собрание внесли законопроект обестреблении всех скунсов и индейцев. Американская армия вместе с местными рейнджерами отправилась зачищать территорию от непокорных краснокожих. Признаком нарождавшейся войны стало немотивированное убийство звезды и худого медведя. Двух вождей, пришедших на мирные переговоры в американский лагерь у Смоке-Хилл. Одно из военных соединений возглавил участник гражданской войны полковник Джон Мильтон Чивингтон. Убежденный расист свое кредо сформулировал так. «К черту всех, кто любит индейцев! Я пришел уничтожить индейцев и верю, что под небом нашего Господа для их уничтожения хороши все средства. Убивайте и скальпируйте всех, больших и маленьких. Гниды станут вшами». Его солдаты, два кавалерийских полка и волонтеры, численность которых составляла около 700 человек, несколько месяцев гонялись за индейцами по прериям. Но так и не смогли никого поймать. 28 ноября 1864 года они наткнулись на поселение Шаенов и Арапаху, которые подчинились требованиям Эванса. Над поселком развивался флаг США, символ миролюбивых настроений индейцев. Чивингтона, однако, это не волновало. Став рано утром после хорошей вечерней попойки, он отдал приказ атаковать поселок и уничтожить всех его жителей. Капитан силы Суул отказался посылать свой первый кавалерийский полк выполнять это безумное распоряжение. Но третий кавалерийский полк и добровольцы охотно пошли убивать. Началась кровавая бойня, продолжавшаяся около шести часов. Людей не просто казнили. Их разрубали на куски, ломали им конечности, отрезали груди и половые органы. Всех тех, кто пытался бежать в прерии, настигали всадники. Трое солдат развлекались стрельбой по трехлетнему ребенку. Одной индианке вырезали из утробы плод и тут же сняли с него скальп. Один из участников резни Джон Смит впоследствии рассказывал. Пальцы и уши отрезали от тел вместе с украшениями. Тело вождя шайенов белой антилопы, которая лежала отдельно на дне каньона, удостоилось особого внимания. Помимо скальпирования, солдаты отрезали ему нос, уши и мошонку, чтобы из нее сделать кисет. Стенхойк, другой участник той бойни, описывал сверство и жестокость. Расчлененные на множество кусков и изувеченные так, что это невозможно представить. Разрезанные на мелкие куски ножами женщины, скальпированные с раскроенными черепами двухмесячные дети. Там лежали люди всех возрастов, от грудных младенцев до воинов. Когда Орда оставила за собой гору по меньшей мере в 160 трупов и вернулась в Денвер, местная газета написала «Все прошло хорошо». Войны Колорадо вновь стяжали славу. И скальпы, снятые с краснокожих, были театрально показаны публике, к ее неописуемому восторгу. Однако вскоре шайены начали мстить, и резня в Сент-Крик оказалась началом большой и кровавой индейской войны. Комиссия Конгресса с США начала расследование бойни, и углубившись в материал, ужаснулась деянием Чивингтона. Главным свидетелем обвинения выступил Сила Сул, не выполнявший преступный приказ командира. Однако, хотя государство и выплатило семьям погибшим компенсацию, никого из причастных к кровопролитию не осудили. Чивингтон вышел в отставку и благополучно прожил еще без малого 30 лет. А в 1887 году в Колорадо его именем назвали город. Капитана Суула ожидала совсем другая судьба. 23 апреля 1865 года он был застрелен из-под тишка во время боевого дежурства. Друзья офицера не сомневались, что ему отомстили за честные показания по делу Сент-Крик. Но убийца командира 1-го кавалерийского полка так никогда не пристал перед судом. Такие дела, друзья. Напишите в комментарии, что думаете по этому поводу. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!